Мой сегодняшний первый гость телерадио ведущая Маргарита Митрофанова. Приветствую. Привет, здравствуй. Я знаю, что Маргарита Митрофанова связывает с баскетболом дружба. Я настолько горжусь дружбой и почти родственными связями с президентом федерации баскетбола Андреем Керленко, его женой Машей Керленко и его детьми и вообще тем, чем он занимается, поскольку он звезда NBA, но перед этим он играл в ЦСКА. И он после этого еще успел поиграть в ЦСКА. Да, да, да. И он еще играл в разных командах. Нет уж, нет уж, давайте покажем. Нет, я не хочу. Там Brooklyn Nets кепка. Кстати, я сегодня искала какую кепку, бейсболку я могу надеть фанатскую, но у меня нет никакой вообще. Ну ты же баскетбольная, самая, что не наесть. Нет, да, но это Brooklyn Nets. Часто на радио бывает хронометраж. Важно. Ну типа там, не знаю, успеть до 19-15, закончить там какую-то, поставить какую-то песню, чтобы пауза была четкая. Но есть какой-то блок информации, который нужно сказать, там, что, не знаю, бывает такое, нет? Нет. Бывает такого? У нас нет, у нас другой формат. Скорость говорения не важна? Нет, на самом деле скорость говорения важна для музыкальной станции. Когда есть песня, в нее вступление до вокала. Но у вас разве не бывает такого? Я знаю все песни. И тогда кто начинается, кроме современных. И вот этих. И вот этих. Окей. Хотим, так сказать, ведущую программату Митрофанову уложиться в максимально возможное время, прочитать фамилии наших игроков на время. Три, два, один. Габриэль Епе Лунберг. Дальше, дальше, дальше. Нужно месяца там. Джоэль Лоленбой, Александр Хоменко, Дэрен Хилорд, Иван Ухов, Дэниел Хекетт, Семен Антонов, Яни Стреленькис. Нет, Трэнкс. Йоханнес Форгтман. Дальше, дальше. Уилл Клайберн, Торникешингелия, Грузин. Да, есть, да. Дальше, дальше. Уилл Клайберн. Нет, это был Андрей Лопатин. Извините, Андрей Лопатин. Лопатин. Дальше, дальше. Николай Милутинов, Никита Курбанов и Майкл Эрик. Браво! Почти успело. Как говорится, почему бы и не сделать селфи-видео. Ох уж эти блогеры, которые к нам приходят. В гостях у нас особенный гость. По многим параметрам, Слава Бураков, амбассадор международного благодарительного забега Wings for Life World Run. Привет, приветствую. Как настроение? Отлично, огонь. Ты у нас экстримом занимаешься, не кисло, я знаю. И в том числе, да. Играю в баскетбол, профессионально занимаюсь баскетболом. Баскетбол на колясках у нас команда. У нас вообще вот буквально неделю назад закончился первый тур чемпионата России баскетбола на колясках. Мы достаточно успешно его прошли. Будет второй тур в ноябре, как раз таки финальный. Занимаюсь еще вейкбордом, экстремальным видом спорта. Гоняем по воде на доске. Wings for Life World Run. Что это такое? В чем особенность этого забега? Чем он отличается от других? Вообще Wings for Life это фонд, который занимается исследованиями травм спинного мозга. С 2004 года он занимается этими исследованиями и пытается найти способы решения, как лечить эти травмы. И с 2014 года существует такой мировой забег Wings for Life World Run. Это единовременно, по всему миру в одно время люди стартуют и бегут с таким слоганом «Бежим за тех, кто не может». Особенность этого забега заключается в том, что нету финишной черты. И вопрос, а куда же вы тогда бежите? Ну, бежим, да, никуда, а от чего. От кого, от чего. Не от себя бежим, а бежим от автомобиля. Когда это массовый старт, через полчаса за вами выезжает автомобиль-финиш. И он постепенно вас начинает догонять. А какая скорость у него? У него сначала маленькая скорость, но с определенным количеством времени он ускоряется, ускоряется, ускоряется. И когда-нибудь он тебя все равно догонит. Ну да. Да. И как только он тебя настигает, для тебя забег закончен. И поэтому каждый может бежать столько, сколько он может бежать. В этом такая определенная фишка и изюминка этого забега. И самое главное, вот сейчас, что этот забег проводится через приложение. Есть специальное приложение, мобильное приложение, которое можно скачать. Например, присоединиться к команде ЦСКА. То есть любой может участвовать? Да. Может просто скачать приложение, зарегистрироваться и 9 мая в 2 часа стартануть и бежать. Бежать за тех, кто не может. Все средства, собранные от этого забега, они все полностью идут в этот фонд на исследование травм спинного мозга. Дорогие друзья, присоединяйтесь к забегу Wings Pro Life World Run. Вот, пожалуйста, да-да-да. Смотрите, заходите, скачивайте приложение, участвуйте в забеге 9 мая в 2 часа по Москве во всем мире. Не важно, где вы там, в Нью-Йорке, в Танзании или где еще. Или в Ярославле. Опять же, абсолютно не важно где. В 2 часа в Москве стартуем, бежим. Михаил Бореченков, актер театра и кино. На баскетболе часто бываете? Очень редко, очень редко. Такая занятость, что, скажем, это по-серьезному первый раз. Настолько редко, что первый раз. А сейчас какой спорт у вас в рационе? Сейчас... Я знаю, что бокс есть. Я все время считал, что я занимаюсь спортом. А сейчас посмотрел на современные скорости, на молодых ребят. Нет, я никогда не занимался спортом. Никогда. Поэтому физкультура, поддержание своего здоровья, это максимум, на что я могу сейчас рассчитывать. И театр. Театр и кино как самый большой спорт в моей жизни. Когда это прям аж худеешь во время спектакля, правильно? Спектакль, да. Это достаточно энергозатратная история. Но, наверное, сравнимо с игрой. Потому что твой соперник – это зал, который сидит, и ты должен его побороть, ты должен выиграть у него эту схватку. Поэтому это достаточно сложно. У актеров бывает такое, что вот так вот берешь, оп, и что-нибудь, какую точку ставишь, какую-нибудь эффектную? Ну, конечно. Во-первых, мы всегда ждем подарков организма. Когда ты работаешь, работаешь, там выходишь на пик, и вдруг как ракета взлетает. Главное, чтобы к этому были готовы твои партнеры. Я сейчас покажу вам игроков. Скажите, он больше достоин быть боксером или актером? Семен Антонов. Это можно пойти в бокс. Такая форма хорошая, как у Кличко. Руки-базуки. Руки-базуки. И Фе Лунберг. Это прекрасно. Это актер. Наш, наш. Это сразу к нам. И Никита Курбанов, наш капитан. А Никиту можно и туда, и сюда. Бывала ли на съемках такая вещь, когда травма, а нужно продолжать сниматься? Да. Так случилось, что проводили один из приемов, а со мной боролись представители сборной Болгарии по боевому самбо. Мы тренировались и боролись в кадре. И в кадре сорвалась страховка. Там мы делали сложный достаточно трюк. Ага. И 100-килограммовый человек, борец, упал на меня. Ну, с высоты там полутора метров. А так мы не были готовы к этому моменту. Ну, то есть мы не понимали, что страховка оборвется. Он сломал мне два ребра. Но, несмотря на это, мне пришлось в течение 16 дней бороться, продолжать дальше. Продолжать. Сначала на обезболивающих, потом уже на уколах. Но, а что делать? Такая работа. Третий матч серии. Это будет 28-го числа в Стамбуле. Смотреть мы его сможем, дорогие болельщики, все вместе. В Лиге ПАП. Это такой, знаете, сеть баров по всей Москве. Сеть баров, конечно, знаю. Вот. Лига ПАП. Заходите туда, 28-е число. Лига ПАП. Сбронируйте столики. Там будет наш талисман. Конь придет. Михаил Повеченков. Легенда нашего актерского цеха. Евгений Сидых. Это ЦСКА Баскет Шоу. Дамы и господа. Всем счастливо. Пока. До свидания. 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 Субтитры создавал DimaTorzok